Друзья, всем привет! Я уже много раз рассказывал, как работает печь для бани Ферингер, почему она работает именно так и чем это хорошо для режима русской бани. Но донести это до своих зрителей я пытался через свои собственные ощущения. Горячо-не горячо, хорошо-нехорошо. Сегодня же покажу, как есть на самом деле с помощью тепловизора. Прибора, показывающего реальную картину тепла в бане без всяких субъективных ощущений. Посмотрите все это видео, чтобы получить наиболее полное представление о прогреве закрытой каменки, печи и самой бани. В конце я подведу итог всего этого эксперимента и покажу немного испарений. Начнем с исходных данных. Тестовое видео снималось в промороженной землянке. На тепловизоре сейчас особо ничего не видно, так как температуры в помещении приблизительно равны. Самая холодная здесь печь. Она минус один, минус два градуса. В тазу на полке находится замерзшая вода. Были довольно сильные морозы и землянка промерзла, хоть и не сильно. Стены температурой от нуля до минус одного градуса. Небольшой минус на стенах, ноль, минус один. Растопил печь в 15-20. Через три с половиной часа у меня намечена семейная баня. Сразу после растопки видно, что пошло тепло сверху клапана стартового дымохода. Это неудивительно. Металлическая часть дымохода нагревается быстрее всего. Семь градусов, десять градусов. Ну, температура все понятная. 15 минут сначала. Печь, конечно, холодная. Тепловизор показывает ноль градусов. Печь сама также холодная, но хотя уже ноль и один. Пятьдесят градусов. Вот здесь вот. Экономайзер уже 15 градусов. Это температура снаружи облицовки. Каменной облицовке нужно время на нагрев. Сам экономайзер под ней, конечно, горячее. И уже вовсю греет воздух парной, прогоняя его под облицовкой вдоль своих четырех горячих труб. И вот здесь на выходе видно эту температуру. Около сотни под клапаном конвекции экономайзера. Камни в каменке пока холодные. Всего пару градусов тепла. Огрелись только нержавеющие воронки для подачи воды. Ну тут уже 200 градусов, сам дымоход. Тридцать минут сначала. Печь нагрелась до шести градусов. Экономайзер уже 30 градусов. Камни в каменке 10 градусов. Камни 10 градусов. Воронки 50. Час сначала. Печь 10 градусов. Прошел час активной топки, но печь снаружи не нагрелась. И здесь прошу обратить внимание тех, кто рассчитывает на нагрев бани исключительно такой печью, без стартового дымохода. Или наоборот, боится поставить такую оптиму ПФ в свою небольшую баню и получить перетоп от довольно большой печи. Печь не греет баню во время подготовки. Она сейчас греет большую 100 килограммовую закрытую каменку, которая расположена со всех сторон топки. Затем она будет греть облицовку. А потом уже пойдем в баню. Экономайзер 80 градусов. Вот экономайзер греет баню. Он отбирает тепло от улетающих в трубу дымовых газов и пускает его на прогрев. Камни в каменке 35 градусов. Камни быстро не греются. Большой массе камня нужно много времени. Я уже проводил отдельные эксперименты, где показывал скорость прогрева камней друг за другом. Можете посмотреть. Что касается самой бани, она еще холодная. Есть места вверху, где нагрелось хорошо, но это отдельные части. В общем, еще далеко до прогрева. И это нормально, так как каменка тоже еще далека от прогрева. 1 час 15 минут. Печь 15 градусов. Экономайзер 124 градуса. Камни в каменке 60 градусов. Облицовка стартового дымохода уже больше 100 градусов нагрелась. Очень горячая, я даже тропируюсь, как она по нить начинает. 60 с лишним градусов. 60 градусов. 30 градусов. 30 градусов. Печь 30 градусов. Уже лучше, но еще мало. Экономайзер. Экономайзер 150 градусов. 70 градусов. 70 градусов. Который на тоннеле. Камни в каменке 80. 60 градусов. 60 градусов. 60 градусов. 100 градусов. 100 градусов. 30 градусов. Снизу варили. Прогрелись. Печка снизу начинает подогреваться. Крышка уже 70-80 градусов. Дымоход также 160. Крышка уже 70-80 градусов. Камни 130-140 градусов. Сама баня еще не прогрета до того состояния, которое нам нужно. Но, конечно, уже тепло. Кстати, проверил с помощью тепловизора разницу в нагреве стенки, граничащей с песчаной засыпкой и граничащей с еще одной доской предбанника. Разницы нет. 2 часа 15 минут. Печь 50 градусов. Экономайзер 160 градусов. В каменке 160 градусов. В каменке 160 градусов. Экономайзер 160 градусов. Экономайзер 160 градусов. 2,5 часа. Печь 60 градусов. Экономайзер те же 160 градусов. Камни 180 градусов. С помощью тепловизора заметил интересную особенность облицовки. Змеевик прогревается быстрее, чем окаменелое дерево. 180 градусов. Экономайзер 180 градусов. Экономайзер 150-160 градусов. Печь 60-80 градусов. В зависимости от места и камня облицовки. Это уже ближе к полному прогреву печи. Примерно 70 градусов снаружи говорит о полной готовности. В каменке 190 градусов. 3 часа. Печь готова. 80 градусов снаружи. Хотя есть одно непрогретое место снизу сзади. 50 с лишним градусов. Здесь самый мощный слой камня, если считать от стенки топки до края каменки. Поэтому прогревается всегда дольше. Там еще 52. В остальном печь вся прогрета. Прогрета равномерно. 80 градусов снаружи. Это значит, что камень попрогрелась. 80-80 градусов. Ну все. Извините. Крышка чуть потеплее стала. 80 градусов. Камни в каменке 210 градусов. Здесь стоит сделать акцент, что это верхние камни, которые максимально далеко от топки печи. И они всегда нагреваются меньше других. Кроме того, у меня сейчас установлен теплообменник для нагрева воды внутри каменки, который не дает греться камням от проходящего внутри дымохода с рассекателем. Возможно, это имеет достаточно сильное влияние, так как нормой считается 250-300 градусов вверху каменки. Внутри же каменьки, камни прогреваются до 500. Так, три часа на уровне головы 45. Поближе к потолку, уже там ближе к 60 или 57 градусов. Печка прогрета. Ну, чуть-чуть она еще до греется сейчас, пока я собираюсь в баню. Не прогрелось только вот это место. Вот здесь вот, ну, здесь больше всего камня и дождь здесь греется всегда. Вода уже бурлит периодически, то есть все уже прогрелось. Дымоход продолжает давать температуру 150 градусов здесь на облицовке, то есть он продолжает сейчас прогревать баню с помощью конвекции. Ну, а я пошел собираться в баню. Баня прогрелась, но есть уточнение. Этого может быть достаточно для начала прогрева семьей. Не сильно высокая температура на полке может позволить хорошенько пропарить ребенка в комфортных для него условиях. Но если бы, к примеру, предстоял поход в баню с друзьями, нужно было бы подогреть еще. Этого было бы маловато. Стоит учитывать, что в зимнее время сама промерзшая печь нагревается дольше, чем из плюсовой температуры. Думаю, это понятно, ведь вы сами видели, сколько нужно времени на нагрев печи на условные 10-20 градусов. Но при этом баня, промораживаемая, будет требовать еще более долгого прогрева. То есть печь готова за 3 часа, а баня за 3,5-4 часа. Летом, когда жарко, может быть обратная ситуация. Сама печь прогревается быстрее, чем в среднем, а баня прогревается еще быстрее. То есть печь готова за 2 часа, а баня за час-полтора. Ну а в среднем задумано так, что пока греется большая масса камней в каменке, баня прогревается полностью и готова к использованию. То есть 2,5 часа на подготовку печи и бани. Примерно так. Но вот в чем фишка. После этого прогрева печь будет поддерживать температуру в парной на одном уровне, необходимом для русской бани. Термометры будут как заклинившие на необходимых 50-60-70 градусах. А пара можно будет получить сколь угодно много. И все потому, что вот она нагретая масса камня. 100 кг в каменке и еще 100 кг в облицовке. Даже уже после помывки печь выглядит вот так. Хотя угли в ней совсем погасли. Это остаточное тепло уже пойдет на сушку бани. В одном из следующих видео покажу, что происходит при парениях в бане на самом деле. С помощью этого же прибора тепловизора. Я уже работаю над материалом, но первые парения получились не столь показательными, сколь мне бы того хотелось. Поэтому буду пытаться добиться лучшего результата. А на сегодня у меня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok